Добрый день, леди и джентльмены. Меня зовут Игорь, я из компании Gen's Development, и сегодня мы поговорим о том, как в нашем проекте мы использовали DSL, или специфичный для домена язык, или для предметной области. Причем на .NET, ну, наш сервис на C-Sharp, и нам нужно как-то разработать грамматику для языка и парсить его. Какое приложение мы рассмотрим? Импортер. Это импорт данных из различных файлов в нашу систему, основное приложение. Наше приложение тиражируется на несколько заказчиков. Один инстанс, один код, несколько инстансов, у каждого заказчика свой инстанс, но один код. И как нам универсально написать такое приложение, которое будет импортировать самые разные источники данных у разных заказчиков. Они могут быть разные, разные форматы, разные структуры, наши структуры, которых на самом деле сотни. Для этого мы используем шаблоны. Они выполняются как для разовых заливок, например, от подрядчика, так и для многоразовых, например, град-регламент. Какие кейсы нужно гибко настраивать в шаблонах? Чем отличаются шаблоны? Например, фильтрами. Мы отсеиваем лишние данные, оставляем только те, которые, например, имеют геометрию конкретную. Например, полигоны. Это преобразование, когда нам нужно из одних полей, например, в источнике поля global id, имеют текст string, а на приемнике это объект значения, который имеет, не знаю, например, поле number. Или же нам нужно сколкнуть, например, все запихнуть просто в примечание, когда у нас не хватает полей каких-то. Это поиск. У наших объектов, как и у всех объектов, как вы знаете, существуют иногда связи. Многие к одному или многие ко многим. И когда мы их импортируем, нам нужно их установить. Все эти три компонента нужно как-то гибко настраивать пользователю. Вот так примерно представлен шаблон, чтобы понятнее было, что есть что. Импорт, фильтрация, преобразование и установка связи. Все эти кейсы нужно как-то настраивать, решать, не хардкодить шаблоны. Потому что на разных проектах могут быть разные настойки, типов очень много. И могут быть разные заливки из-за этого, чтобы не писать код самостоятельно для разовых заливок, который больше не будет использоваться, созданы, собственно, шаблоны. Их нужно как-то, чтобы сам пользователь настраивал. И разработчики в этом не участвовали. В общем-то, у нас есть три задачи, которые вы решили, и цели, которые мы перед собой ставим. Это в том числе настройка пользователям, безопасность, расширяемость функционала, чтобы можно гибко увеличивать возможности настройки. А также скорость внедрения, чтобы пользователям было легко это делать. Как же у нас все было раньше? На самом деле, инструмент не новый. У нас уже был такой инструмент. Но у него были свои проблемы. Был скейл. Пользователи все настраивали скейлем. Это, конечно, безусловно, очень мощный инструмент, гибкий. И когда ты пишешь свои скрипты при от пост-опроводке, ты имеешь доступ не только к импортируемым данным, но уже к импортированным, чтобы установить связи и прочее. Но, как вы понимаете, у этого есть свои минусы. Они связаны с безопасностью, валидацией, сложно писать, и не все пользователи готовы писать на SQL. Код выглядит не очень. Он, конечно, не настолько масштабный. Это, на самом деле, гибко, которое скролится вниз. Но в одном шаблоне его может быть даже больше. Хоть и разбит на маленькие кусочки. Что же нам со всем этим делать дальше? Ну, мы подумали, и, конечно же, как ли попробовать графический красивый интерфейс? Начать связывать какие-то сущности, стрелочки и прочее. Но все это уместить очень тяжело в одном графическом дизайне. Юлицы голову ломают. Мы думаем, как найти библиотеки, которые легко расширять, кастоматизировать под наш общий дизайн и так далее. Мы отказались от этого, хотя попробовали. Дальше мы пошли, думали, а может быть, готовый язык использовать для этого? Ведь есть интерпретируемые языки. Даже на самом чести шарме можно что-то писать пользователю, чтобы потом это во время выполнения использовать и так далее. Но и у языков своих уже написанных, готовых, есть проблемы с безопасностью. Мы не можем всего отгородить все возможности, которые пользователь может использовать в языке. Мы не можем от всех них отгородиться. Писать для этого придется свои парсеры, анализаторы и прочее. Хотели от этого уйти. И два мозговитых разраба в моей команде решили и подумали, что может быть, нам свои DSL использовать, создать свою грамматику на эти настройки, и чтобы пользователь легко написал в код, небольшой, простой, смог выполнять все свои действия. В общем-то, мы выбрали грамматику. Потому как остальное слишком что-то дорого, богато и не особо безопасно. Что же нам делать? Как нам разобраться с этим всем? Ну, на самом деле, первой мыслью был в expression 3. Но нужно как-то парсить текстовые выражения, потом, например, их приводить в expression 3, чтобы дальше выполнять. Ну, с парсингом были бы сложности. Но на самом деле, expression 3 мы не все хорошо понимаем. И с ним нужно разобраться перед этим. А с графического интерфейса у нас уже осталось некоторое дерево, по которому мы можем пройтись. Дерево, напомню, это узлы. Ну, дальше на слайдах вы увидите его еще. Мы еще к нему вернемся. Ну, мы, конечно же, отмели велосипедный парсер. Регулярные выражения – это все-таки штука хорошая, полезная. И не самая мощная, но очень нужная. И поэтому нашей банацеей стал Android 4, как утилита, которая позволяет парсить код, генерирует парсеры для этого и создает интерфейс визитера дерева, которое мы дальше увидим. Созданные нами языки. В общем, у нас были три настройки, которые нужно было в шаблоне делать. Это фильтрация, поиск и преобразование. Здесь описано примерно, напомнить, что то, что делает. И иерархия грамматик. То есть, чтобы нам создать язык, нам нужно для него создать грамматику. Описать, какие там могут быть слова, и как эти слова могут быть друг с другом сопоставлены. Хоть здесь представлены иерархии, на самом деле это просто импорт модуль. У нас есть, например, базовый модуль. Описание констант, операторов, тегов, атрибута, источников. То, что мы, например, три поля конкатинируем и складываем в приемник. Функции преобразования. Как мы преобразуем, что мы можем делать. И логические операции. Как мы можем сравнивать. Вот последний используется для фильтров и для поиска. Коротенько об НТВР. Вы можете пока почитать об этом. Я пока постою в сторонке. Но, в общем и целом, НТВР это утилита, очень мощный генератор синтаксического анализа. Для парсинга структурированного текста в дерево. Дерево, которое удобно пробегать, валидировать и исполнять. У него есть теклены. Теклены это просто слова. Слова, у которых есть имена. Например, ключевое слово какое-то в языке. Или же переменные, константы. Экспрешены это фразы из этих слов. Ну и фразы из фраз. Которые возможны с использованием этих слов. Например, с ключевыми полями. И АСТ-дерево. Дерево, которое после всего парсинга формируется из текста в виде узлов, которые друг с другом соединены. Ну и несколько ссылок, которые вы увидите позже. Надеюсь, мне помогут. Вот, а вы пока почитали. Одну минуточку. Прошу. Да. АntlR позволяет нам генерировать парсеры текста. Чтобы потом мы просто уже работали с языковыми конструкциями. С уже готовыми классами. АntlR сам по себе также кроссплатформенный. У него есть реализация не то, как этот нетер. У него можно использовать и в JavaScript, и в TypeScript, и в Java. Вот такая вот у нас, например, грамматика. Есть краткий вид у нее. И у грамматики этот АntlR4 представляет такой синтекс из создания грамматики. Мы говорим, что просто какие строки еще являются. Например, фрагменты – это просто синтаксический сахар. Грубо говоря, чтобы не дублировать код фрагмента в разных токенах. Токены показываются в виде... Вот в таком виде. Это наш impersonate case. Обязательный для грамматики на АntlR. Мы объявляем, что есть скобки, но различные операторы и прочее. Дальше у нас грамматика для преобразований. Она используется только для преобразований. Ну и в поиске фильтры тоже только... Вот. Здесь у нас, например, объявляются функции возвращения строк, чисел, дабов и прочее, как общая функция exception. Есть различные объединения их и так далее. Как просто написать функцию? Ну, вы объявляете пространство имен, пишете точку, пишете название функции, сколько закрывается-открывается, а мимо этого два угловых параметра. Вещественная и строка. Вот в таком духе все остальное представлено. Это вот самые базовые возможности АntlR, а также вот мы можем видеть некие вставки особенные. Это особенная обработка ошибок, так как АntlR сам может многое парсить, но у него примитивных, там есть четыре типа ошибки. Чтобы обработать красиво, можно вот дополнять. Ну и последняя грамматика – это поиск, фильтрация. Мы просто импортируем предыдущую нашу грамматику, Import Function, видно посверху. Ее уже используем именно в поиске и фильтре, а в преобразовании используем только то, что выше, чтобы в преобразование не попали логические операции, сравнения и так далее. Составляющая нашего решения на АntlR4. Что нам нужно ввести? Нам нужно ввести грамматику по описанию языков. Нужно сгенерировать парсер. АntlR4 по этой грамматике будет генерировать парсер, на выходе которого мы получим парс-3 дерева, в котором содержатся абсолютно все токены, которые мы определили в грамматике. Но нам удобнее работать с Аст-деревом, и сам АntlR4 говорит, что вам нужно получить в конце Аст-3 дерева. Для этого мы реализуем визитер, паттер-посетитель, пробегаемся по парс-3 и убираем все лишние скобки, закрывающиеся какие-то запятые, оставляя только, например, операторы, операции и функции. Вот так примерно выглядит парсинг. У нас есть текстовое выражение, есть грамматика. АntlR4 сгенерировал нам парсер, и мы получаем дерево. Дальше мы реализуем интерфейс визитера, который пробегается по этому дереву, и формулируем астер-модель. Сам парсер генерирует, напомню, только в Айпарс-3. Вот так примерно представлено дерево. То есть у нас целевой атрибут – это примечание. Он ссылается на функцию конкретинации. У нее есть два именовных параметра. Первый именовный заходит. Другая функция – преобразование из даты в строку, у которой тоже два параметра. Дата и как преобразовать строку. Дата в строку. Ну а вторым аргументом у конкретинации является от поля примечания его источника. Сами деревья могут быть гораздо больше. Здесь просто пристально учитываться не надо. Есть слайды после презентации. Здесь вот так вот все. Вот это вот все дерево всего нашего процесса. Здесь есть источники, узлы источников, приемников, функций и прочего. Для описания всего ГСЛ-языка. Итак, давайте попробуем посмотреть, как это все работает. Ну, вначале у нас есть страховое выражение. Как нам получить из него рабочий код? Ну и не только. У нас есть еще грамматика и парсер, которые сгенерированы на НТВР. И что нам всем с этим делать? Ну, давайте пойдем по коду. И как нам вырасти из гусеницы в виде стрима токенов или текста в бабочку в виде из-за дерева? У нас есть три стрима. Да, за три прыжка мы получаем набор токенов. То есть мы парсим, лексически парсим текст на слова. У каждого слова есть номер. Этот номер является нашим токеном. И как нам из этого последовательности токенов получить удобное дерево выражений? Ну, нашей целью является SD, но НТВР генерит только парс-3. Вот так мы можем получить парс-3. НТВР генерировал нам парсер. Мы обращаемся к link expression. Link expression – это одно из выражений, которое мы записали в нашей изначальной грамматике. Вот, link expression. Мы можем обращаться к разным выражениям, таким образом получать из текста разные, по разным фразам парсить наш исходный текст. Ну, все, что могли, на халяву получили. Дальше уже началось дело нашего ходинга. То есть все это можно было получить буквально там за час-два года. Как же нам получить нашу долгожданную бабочку в детское дерево? Ну, нам пришлось реализовывать свой парсер. Ну, не парсер, а визитер, который пробегается по парс-3 и формирует, выкидывая лишние узлы, какие-то узлы объединяет в то дерево, которое вы видели выше. Ну, а как нам проверить, что мы получили бабочку о негенномодифицированном птеродактиле? Ведь в текстном выражении столько ошибок может быть, вообще грамматике не соответствует. Но нам нужно реализовать лиссонеры, которые пробегаются как по лексическому анализу, ну, там, не видно здесь, вот в них привлекат лексер, когда мы разбираем текст на токены и по синтаксическому парсингу, когда мы разбираем, строим само дерево. Реализуем эти лиссонеры, запоминаем ошибки и выводим их куда-нибудь. Лиссонеры, как иммунная система, пробегаются по всем местам сборки, запоминают всех паразитов и в конце концов выкидывают ошибки, как нам надо и когда надо. Ну, достаточно ли нам получить просто бабочку? Достаточно ли той валидации, которую предоставляет парсер? Ну, нет. Может быть, нам нужно получить бабочку с шестью крыльями? Ну, для этого нам нужно реализовать свой валидатор. Его буквально нужно реализовать, потому что грамматика не может покрыть все проблемы. Например, есть входные типы данных. Мы не знаем из текстового выражения, какого типа поля, которые мы конконтинируем или преобразовываем. Нужно их сверить с контекстом. И для этого мы реализовываем просто визитер, который пробегается по ST-дереву и сравнивает типы входных, выходных параметров у функций или же у самих типов. Накручивая еще дополнительную валидацию, например, запрещение использовать в этой области какой-то функции или оператора. Ну и валидация основным парсером она не особо-то удобно читаема. Получается, каких-то пять ошибок, когда мы просто забыли добавить знак G в решеточке. А если все хорошо, мы, например, что мы не можем проверить на этапе парсинга, это то, что тип 2 вообще существует в источнике. Атрибут с типом 2. Его обязательно нужно валидировать далее. Ну, это более отчитабельный вид получается в ошибок. Вот. Перейдем к нашему заключительной части презентации. Это как нам расширить текущую грамматику. Давайте попробуем регулярное выражение реализовать. Вот. Все. Как бы здесь сразу у нас не будет live-кодинг, у нас будет snap-кодинг. Здесь видны все изменения, которые приводят к изменению всего лишь одной функции. Но не пугайтесь слишком сильно. Вот грамматика. На грамматике мы добавили просто одну функцию, в которой вам видно packageStream, как namespace, точка, название функции, скобки и так далее. И три параметра. Мы реализовали какую регулярную функцию, которая по входной строке применяет одну регулярку и возвращает соответствие по номеру третьего аргумента. Первое, второе, там, нулевое. Начинаем с нуля. И добавили в общий стек функции, что все функции, которые у нас есть, возвращающие строку, у них появился packageStream.jax. Вот это все сгенерировал парсер. Не все файлы у него поменялись так просто, что они добавили там метод один. Некоторые перебили токены и так далее. Но в общем-то и целом это без особых изменений. Мы реализовали в реализации визитера просто добавили один метод, обрабатывая еще одну функцию. BuildFunctionNode – это общая обработка функций. А вот те, вот снизу еще представлены, это ресурсы. Четыре файлика снизу почти зачокнуты. Это ресурсы. Ну, просто локализация ошибок. Сверху, в самом верху, это тесты. Три класса, которые выделены, ну, это просто вот само тело-функции, как оно реализуется. Может, ошибки найдете, будет очень хорошо. Я надеюсь, их там нет. Вот. У нас есть некоторые общие правила, что если входного параметра не заодно возвращается нау, если регулярка ничего не нашла, возвращается нау и так далее. Вот. И два класса сверху – это просто инфраструктурная часть, которая регистрирует нашу функцию в общем механизме, что такая функция существует. Ну и все это дело довольно легко покрывается линии тестами. Нам достаточно создать билдер, вызвать у него метод парс, передать туда строку и пробежаться, проверить, что дерево у нас такое, которое у нас ожидалось. Что та же сама функция примененная, например, регулярное выражение хорошо распарсано. Вот. Как бы, если знать, как это делать, можно за два часа в целом добавить новую функцию, если они быстрее, регулярка их будет сложность, поэтому возникло чуть больше времени. Но это делается просто. Ну и выводы. Выводы прочитайте, тут они очень хорошо написаны, долго их формулировал. В общем, это безопасность, легкую расширяемость, легкая валидация. И, как особенность, то, что создание своего DSL это обеспечение самым необходимым пользователям. Чтобы он не стрелял себе в ногу, чтобы не поддерживать те функции, которые никогда он не использует и так далее. Но на самом деле, сама концепция DSL, она довольно легко подъемная. Если нужна в вашем проекте какая-нибудь такая настройка, то в ней достаточно быстро можно разобраться и начать внедрять. Всем спасибо за внимание. Спасибо за доклад, Игорь. У меня такой вопрос. Все классно, все непонятно. Отлично. Жаль. Ну, будучи не в те, сложно вникнуть, особенно когда много маленьких букв. Это делалось для того, чтобы можно было легко импортировать данные в любом формате. и для того, чтобы это потом можно было передать наутку пользователю, насколько я понимаю, чтобы пользователи, в общем, не разработчики, могли эти конфиги писать. Да, это же шикарно, когда за тебя пользователи коп пишут и тебе же платят. Да, это здорово. А вопрос, ну, пример конфига вот там какого-то... Ну, вот у меня были самые мелкие примеры. Вот так дерево. Просто представьте, что здесь написано оконка двух параметров, в которую первым аргументом представлена другая функция. Вот. И в юнитестах, могу их рискнуть назад, тоже представлено пример, как были требулярные выражения. Это просто текстовое поле, которое пользователи заполняют в преобразованиях или в поиске. Вот. Сверху видно. Называется термок, реджет, передается первое поле, второе, и аргумент, например. Хотим первое вхождение, ну, второе по индексу. Спасибо. Ну, если ты не против, я караванью с тобой свяжусь, и ты мне покажешь это уже на данных. Если интересно, но пока в голову все не помещается. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Сколько времени потребовалось на то, чтобы пользователь этому научить, то есть перевести их на новый язык и заставить это делать? Раньше пользователи уже умели работать с SQL, поэтому перейти на более простой язык, по крайней мере, нашего отдела внедрения было довольно просто. Но не все там функции поддерживаются, поэтому поступила и обратная связь, что нужно что-то доработать. Где-то это реально действительно нужно через язык делать, например, регулярные выражения, которые к презентации подготовлены, а где-то это придется делать фичи, потому что это выглядит удобнее и корректнее. Обычных пользователей, ну, в некоторых продуктах мы уже переводим на настройку, насколько я знаю, и на сам импорт этих шаблонов. Но это все еще процесс. Зарелись же на версии этого приложения было где-то летом. Вот. Даже в конце лета. Спасибо. Спасибо за доклад. Тут в презентации был пример с, получается, описыванием правил для импорта. Ну, да, для импорта, можно, наверное, для импорта также сделать. Какие еще сферы типа области применения использования к описанию вот такого облака вам продавали? Да, ну, вот гибкая настройка. Где вам нужна гибкая настройка? У вас очень много типов данных, и вы не хотите писать код. Где требования могут меняться? Если пользователь, ну, для меня приходит в основном на ум это импорт. Иногда это SQL-запрос. Например, пользователь хочет получать некий третий отчет, и мы не хотим разрабатывать его хардкодно. Пользователь хочет видеть там несколько таблиц получения данных из 5-6 сущностей и так далее. Чтобы не писать самому этот отчет, можно дать ему какой-нибудь язык, которому он может обращаться. Ну, ты вот возьми там машину, возьми к ним колеса, возьми к ним риотеров, которые ты задавил на этой машине. Вот. И выстави это все в отчет. Спасибо. Такой просто теоретический вопрос. Данную технологию можно использовать для, например, миграции с одной технологии на другую. То есть, вот у нас был язык один, и, например, мы хотим просто изменить наш проект на другой язык. Насколько будет это релевантно или просто легче будет код переписать в некоторых случаях? Ну, в некотором прямом количестве кода, да, например, при большом. на самом деле грамматику можно использовать для парсинга не только таких простых языков DSL, но и, например, Positive Technologies, это анализаторы кода, в том числе C-Sharp и Java. То есть, грубо говоря, в какой-то теории может быть и можно взять, как у них в статье было приведено, распарсить целую грамматику, преобразовать его в универсированное дерево, там они его специально анализируют и попытаться обратно сделать механизм преобразования, так как NDR на самом деле также является и транслятором, то есть, с помощью него можно транслировать из одного языка в другой, но использовать его для преобразования большой кодовой базы, я думаю, будет сложно. Могут же быть где-то не хватает каких-то пакетов, библиотек, и нужно будет ручками писать, что во что сопоставлять. Ну, теоретически, я думаю, возможно. здесь все очень-очень, просто так или иначе, парсинг этого нашего дерева, он как у текстового выражения, мы один раз его парсим и формируем все равно все еще тот же сишарк, то есть получается просто дерево, по которому мы пробегаемся, которое мы можем как угодно скомпилировать, хоть превратить тот же expression 3, и смапить в тот же сишарк код, который будет достаточно быстро выполняться. Но у нас проблемы быстродействия не были, потому что у нас множество других шагов, которые выполняются, кроме преобразования, это и захоронение базы данных, и учитывание из нее, там, записывание в другую базу данных, формирование каких-то, вычтение из файлов самая долгая операция. В общем, этот шаг по даже процентам по скорости выполнения занимал мало времени. И сам парсинг или языке, которые получаются, но они очень маленькие. То есть выражение там максимум может на 2-3 строчки кода выйти. Преобразование, и все. Или фильтры. Аналоги есть, но мы нашли ее и сразу начали ее использовать. Мы увидели, насколько я помню, что она самая мощная и популярная среди остальных инструментов, чисто, не знаю, по субъективным оценкам или каким-то поискам в гугле, да, аналоги есть у этого инструмента. И когда немного в нем разобравшись, поняли, что его легко использовать. А скорость это дело такое, по-моему, очень важное, и решили его и начать. Спасибо за доклад. Спасибо за доклад.